Какие изменения произошли в практической части? Показываются они жестом, у нас есть предупреждение, мы тягем руку, соответственно, если оценка 2-3 предупреждения, еще другой рукой показываем 1 балл. Вот это серьезное изменение. Дальше изменился порядок побед и встреч в связи с этими предупреждениями. Об этом поговорим чуть подробнее, подробнее попозже, когда используем примеры, которые на доске у нас записаны. Граница ковра, у нас есть понятие, понятие границы ковра. Мы многие называем ковром, это вот зону борцовского ковра, зону борцовского ковра. А граница ковра, а граница ковра. Сейчас, во-первых, красной линии в Урале поправим. Круг тоже внутри желтый и наружу старт носили. Но это международная федерация, международные соревнования обязательно так будет проходить. Все российские будут дисциплинатами к этому переходить, начиная с первого с России. Поэтому красная линия используется, соревнования там будет все пока законно. И так же в правилах разгнили немножко габариты ковра, но он написан. Сам ковер подразумевает, этот дисципликовый лежит ковер, а общается с ковером квадратный, от 11 на 11 до 14 метров квадратных. Круг допускает от 6 до 9. Поэтому если вы проводите соревнования в клубе, где детишек, у вас ковер диаметром 6 метров, это соответствует проект соревнования. Все что уменьшится, 7 метров не соответствует. Но вообще размер стандарта на официальных соревнований сейчас будет 8 метров. То есть данный круг 9 метров у нас, соответственно площадь будет уменьшаться и на 1 метр, на 50 сантиметров в каждой стороны, круг будет 8 метров. То есть официальные соревнования 8 метров. Поэтому терминология, вот все что в кругу называется рабочая зона ковра, а квадрат называется сам ковром. Понятно, да? Чтобы не был вопрос. Поэтому выход за ковер. Значит у нас за ковер в стойке, в стойке у нас выход за ковер двумя ногами, то есть полностью. Это выход за ковер. Если он выше ловная нога на ковре, это мы касаемся рабочей зоны ковра, это борьба продолжается. Если два борца нужны по одной ноге, то мы касаемся красной зоны. По красоте это будет красная зона здесь, да, то понятно все равно еще зона. А то же самое, если один из борцов вышел двумя ногами, но ноги не полностью вышел, это на ковре. То есть здесь должно быть четко понятно. Не ковра, две ноги одного из борцов. Для того, чтобы сразу править судейский, это четче заметить. Есть, четче заметить. А видно, который правильно задать поезд. Часто бывает, он пытался из гов, борцы начали бороться, где положать стояние. Борцы борются на то, что мы опять к этой теме обращаемся, но это надо всегда понимать. Надо находиться на той половине ковра, где находится борцовский упад. Если я не смещаюсь в ковру, желательно встать, да, и вы с этой стороны. Стой, 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 сутки сидят, и где он будет. Но вы тогда четко увидите границ ковра. Как только будет расположаться, от границ ковра вот куда-то туда, а еще второй борец прикроет. Если да, то есть я буду стоять, а судья будет сзади меня стоять, прикроет. Видим, что сто процентов будет ошибка. Будет ошибка, это претензия. Считаем бросок, не считаем бросок. То есть вы, как арбитр, который дался в стопе, вы, получается, можете сделать так, чтобы бросок не засчитали, или наоборот выше-выше спасло надо давать свисту, а считайте бросок, а то он начал за ковра. И чтобы не было бумага, который не расширит, то занимайте правильное положение. То есть все время били в бассейне, и занимайте границ. И второй пункт, это что значит выход за ковре? Это партнер. Если раньше у нас были привязаны к азотомической части тела, просто либо половина так, либо так, и правильно смотреть. И сейчас все просто. Либо оба борца вышли с рабочей зоны. Вот, рабочая зона. Пока контакт одного из борцов есть, борьба их. Чаще всего я делаю бросок, через бедро, да, например, упал. У меня ноги остались на ковре. Давали с исток, потому что это считалось здоровым, и держать не считалось. Сейчас есть контакт одного из борцов с рабочей зоны, специально с рабочей зоны. Контакт, борьба идет. Пока идут активные действия, борьба идет. Не важно, на четыре, ну и сразу опять, пока. Если я вот там накатываю, скажу, что болевой прием, есть контакт. Как контакт прервался, было открыто бежание, не было открыто. Болевой прием, значит, не значит. Но это так дает средство. И второе условие, второе условие, если один из борцов вышел за границы самого ковра. То есть в данной ситуации, ну, наверное, надо всего показать, было зафиксировано бежание, чуть-чуть, чуть-чуть. Не всего бежание, потому что они большие, еще там 20 метров под вас, смотрите, например, и один из борцов за сам колер, за сам колокол ушел. Из-за меня контакт есть, жаловка, а он уже не баловок, и отжимаешь. Вот, все. Значит, весь образ считается положением за ковров, а если мы не понимаем все. То есть два условия. Либо оба с рабочей стороны, либо оба с борцов. Например, в большом с вами, когда проводят соревнования из Упереса в Москвы, там, ванник из зоны оплатки, получается, пасы быстро находились. Так, и еще к этому, два раза хочу скачаться, вопрос задать незавтра. по расположению на вратах. Тоже часто бывает. Своих столов, своих телевизоров, где там, где сидят, не важно, там, 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 часто все случается. Арбитр занимает, там, он здесь, он своим накоплением, вынуждает там, на себя уходить борцов. И они никогда не ходят по телевизору, не ходят по столу, не торопливаются. Перемесились там в дороге, и говорят, что это же арбитр То есть, мы с целью вообще защиты и борцов, и техники, но и просто для борьбы. То есть, если я нахожусь, они двигаются, вы стоят за короткой, ближе к ним, визуально, человек всегда уходит от препятствий. Я являюсь препятствием, соответственно, борцы у меня в центре. придется на одну сторону, это естественно столкновая сторона. То есть, арбита тоже двигается. Так вот, борцы, такого же тэпа, примерно, соблюдает дистанцию. Причем, да, если спортивный самбо, я могу соблюдать дистанцию где-то полтора-два метра, но в боевом, как правило, это достаточно критическая ситуация, то есть, надо так, чтобы не получить от борцов но с другой стороны, чтобы вовремя туда вклиниться, чтобы их, в случае нокаута, надо он как разтащить. Поэтому арбитр все более роботов, что надо, то это у нас консолидируется, и в суде, если надо, то реакция, то есть, еще ближе, то есть, надо подвинуться за ним. Вот. Это что касается у нас границы Коврада. Теперь, внимание, внимание, сейчас по-хорошему, такую правило сразу хочу сказать, надо это акцентировать после российских семинаров арбитрами. Мы на Москве говорили, в принципе, там были ситуации, но арбитр исправился, быстро посорентировался. Вот, если такая ситуация, ситуация, идет бросок, да, спорный идет, сначала падение завершено, потом дали свисток, потому что, если падение после свистка, вот такой действий, оценим нельзя. И арбитр может непроизвольно, непроизвольно просто сделать ошибку, да, смотри, как за ковром, но отчет уже падает. А если на счетоваре надо оценить, да, чтобы не было, упал, а потом свистнул, и потом спокойно показал оценку. Прошу, не будет, что арбитр обязан показать оценку до свистка. Он должен оценить, если как решение принять, а не показатель, потому что часто мы показываем оценку. И мы разъезжаем, сменяем мнение, да, то есть оценку начали. То есть сначала принято решение, но если он свистнул, а падение после свистка, вот такой образом, что сейчас люди остаются в встрече, мы уже не должны оценивать. Сразу в эту тему, вот мы уже пришли мы, значит, по началу концу схватки, естественно, начинается по свисту, закачивается по свисту, они обязаны снать, но по концу времени встречи. Время встречи написано по гонду, да, сейчас такие условия есть, гонды нету, который моментально звучит как номер секунды, да, то есть талон, пока перескочит, пока ему спадет, пока, соответственно, если это гонг, должен нажать, да, смартфон, не треск, а бывает, там он не звучит, соответственно, светок дал еще больше 2-3 секунды, они бывают в частности, поэтому, тоже сейчас везде, говорится, если падение, мы можем посмотреть, ну, на просмотр, если есть сейчас подтверждение, или действие, или здоровье, на болевом прессе, происходит, когда на топливо 0-0-0, такое действие оценивается, то есть, я зашел на просмотр, зашел, прыгнул, 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 взлетел, вот сейчас, 0-0-0, а потом, шагнул, в руке, все, то есть, если мы видим, человек еще находится в отдыхе, на топливо 0-0-0, такое действие не оценивается, мы можем спорить, хорошо это, или плохо, значит, на 20 секунде, но решение такое, принимается так, и на Кубке России, было такие ситуации, рассматривали, они приняли такое решение, понятно, да, чтобы потом, был ваш аргумент, как говорили, так, следующее, изменение, заказание, есть, такой правил, запас на пальце, будет болевой прием, сейчас, это разграничено, заказание, но вообще, свои причины, наказательные, которые, то есть, последовательные, с первого уровня, и по очередной, которые, за сериаловскую решение, запрещенные приемы, даются, сразу, народное предупредение, если вы предупредили, сбалки, соответственно, повторное наказание, нестификация. Вот, захват за пальцем, захват за пальцем, плюс, бывает, захват за пальцем, неважно, стоит, сбоку, с одного, с одного, сверху, за один палец, иногда, кстати, это, бывает, человек срывает, за один палец взят, захват за пальцем, да, это захват за пальцем, он наказывается, таким же предупреждением, после очередных предупреждений, как захват, за край, поясом, за низкурки, за шлоты, прописали сейчас, за борцовки, вот так вот, да, были его делали, или надо так, за борцов тянуть, да, то есть, прописали, опять же, да, заправили, об этом раньше говорили, знали, наказывали, да, прописали, за внутрим ч eats рשוב- товар, ом самом расстоянии, ба за шлемки, за перчатки, да, за наплант, да, это предупреждение, через ноги, если не было, это первое предупреждение, с даже не тех, или какой то было, это чeden лет. А вот болевой приём, мы на ногах предупреждали, болевой приём, при равном запрещенном приёме, даем сразу предупреждение, само предупреждение, с одним палом. Вот видят, да? struggling? Болимся, что это частный момент. Но это самое распространенное существо, наложил он, это зарпал. Если я взял человек подогнул, то это уже болевой прием. Здесь понятно. Бывает ситуация, что на рычаге локтя мы делаем, разрываем, и вдруг на кейс проводим, на пальцы срываем, сжимаем. Это болевой прием. Мы используем физическое воздействие для того, чтобы показать, как выгодить на пальцы, манерограмме, все это, это болевой прием. Хочу обратить внимание, посмотрите, вот это вот не является захватом за, ну и захват за кейс, оценим захват за пальцы. Сверху часть вот так вот, вот, с этой стороны снизим, да? Специально, значит, что видно было. Да, вот, первый захват. Это не является захватом за пальцы, но и кейс автомат приравнил захвату за пальцы. То есть вот я могу убирать, пожалуйста, вот все. Пальцы свободны. Вот здесь лежатые, здесь со мной на пальце захватывают вот так вот захват за пальцы. Когда насыщаем, это не захват за пальцы. То есть вот, если зажатые, это за пальцы, не пальцы сверху на пальцы. Это захват за пальцы. А если я еще при этом говорю о приеме, еще делаю, когда его выламываю, да? Выламываю, то это болевой прием. А? Да. Да. Пальцы здесь, да? Так, так. Живоль не играет. Пальцы здесь. Они жатые, влияют на трех. Вот перед, да? Все еще у нас здесь. То есть, как все по ногам. Вот это пальцы. То же самое по ногам. Правда. Да. Так. Где-то вообще все просто по борцовкам. Смотрите. То же самое. Потому что, обедно, когда спортсмен делает правильный прием, да, и свисток, они рассказывают за пальцы. Вот борцовка. Видите, да? Граница. В принципе. Вот так. Беру штатку, пожалуйста. Хочу, хочу, да. Хочу, да. Хочу, да. И так, и так. Пальцы свободны. Вообще-то не захват. Так подаст. Это не захват за пальцы. Я могу выбрать. Как только я нападу. Сверху. Или сбоку. Сбоку. Видите, граница? Вот эта граница. Вот это захват за пальцы. Вот здесь мы даем свисток. А? Подвижение. А? Подвижение. Вот подвижение. Нет. Сейчас подождите. Мы про захват. За пальцы. Почему? Вот, в принципе, все визуально. Пальцы у нас заходят. Вот широкая заказчика. Начинают все пальцы. И все на него. Да? Поэтому, если я атакую, накажут меня. Если я делаю голливой прием. Он хватается. Выбиваем захват. Даем не останавливать. Среди чемпанда. Дорогу. Соответственно, наказание. Сладко портал. Да? Это надо обращать. Понятно, да? Дальше. И что еще изменилось? Мы показываем его. Все его занятия. Если я делаю голливой прием. Мы удержали. А борец выпал. Хотя на что это показывает? Мы уползаем. За ковер. Уходим за ковер. Раньше давалось воползание. Вот это. Презупрежение с баллов. Да? Первое. Презупрежение с баллов. А технический, типа коверок, он никак не наказывается. Что делать? Ничего себе. Сейчас. Убрали этот балл. Сейчас этот балл убрали. Сейчас этот балл убрали. Сейчас этот балл убрали. Но. Если я вот в данной ситуации в мышку сюда включу и ухожу, да? Вот. И это я все равно выходу за ковер. И оценивать как тот ковер. Что такое? Выход. Что? Выползание. Все оценивать как тот ковер. Соответственно, мы просто наказываем очередной предупрежение. Понятно, да? Да? Если я в мышку туда направляю, То есть если он не является составляющей технического приема, то когда я живу на стене, мне делали шаг локтя, а я через мост его подробно, и мы вместе, ну, оказалось, да, громко больно. То здесь я вижу, я вижу, я могу только туда уйти, для того, чтобы свистить, да. А вот в боевом самбо, когда вырывают болевого, идут... Сейчас, подойди. Понятно, потому что здесь теперь предупреждение, а все рядное дается. Но зато он оказался любой вот такой вот, который с болевого лежать туда нужно. Вот, с боевым самбо, давай, с боевым самбо. Ну вот с боевым самбо, я лежу на болевом, вырвал соперника, подошел к краю, кинул, ну, чтобы он меня отломал. Это выход, это выход, это выход. Правильно, в боевом что делаем? Стойки можно делать, в боевом прием, человек подходит к краю, и потом к символу, да, идти по техническе. Я само-то указываю, предупреждение, предупреждение. Ну, а браток не оценил? А? Бросок, если я поднял, кусил, не оценил? Не оценил. Ну, да, да, ну для броска, как бросок. Не, ну допустим, он на удушающем сидит, я ковыркаю за ковер. Тогда оценив. Я с ковра за ковер просто оценив. Да. Хочу сразу сюда добавить, потому что некоторые задают вопросы. Если один из борцов находится в положении стоя, а второй корпус на нем держит его на плечах, это тоже в положении стоя, чтобы не было того, что на второй ступне не касается, а у вас написано ступни, да, чтобы не было такого права привяжения к этой ситуации. И второе, значит, положение лежа. Это когда положение, когда спортсмен касается ковра какой-либо частью тела, кроме ступней и ног. Все, это понятно. То есть мы не назовем парк, а мы отборем парк, а вообще положение лежа. Вот. Дальше. Есть понятие перекат. Что такое перекат? Это падение спортсмена с последовательным и непрерывным касанием ковра сегментов его дуловища в результате активного вращательного действия соперника. Без фиксации, скобочка, без безумного образа. Вороны с положением лежа на боку, в животе, в груди и кольцах, в плечах. Это когда мы оценим броски с перекатом. То есть вот, по крайней мере, у него такая форма дулов есть. То есть последовательное и непрерывное, да, перемещение от одного сегмента тела к другому, без визуальной паузы и обязательно будет активное вращательное действие соперника должно быть. Мост и полумост. Тут все понятно, о чем это внимание положение полумост. Потому что броски оценивают иногда. Полумост. Положение, при котором спортсмен находится спиной к ковру и касается его только головой и одной ступней. Или плечом и стопами. Или стопой. То есть либо голова и одной ступней, да, это полумост. Либо плечо и две ноги ногу. Это положение полумост. Если две ноги идут на голову, положение мост прерывается к спине. Но все остальные моменты на груди, на животе, на пояснице. Броском считается техническое действие спортсмена, в результате которого противник теряет равновесие и падает на ковер. Касаясь его прогрессивности и какой-либо частью тела в ровность к моему дому. То есть техническое действие, да, то есть подсечку, там у нас, говорит, без агл, а пока не держу. Не могу не делать, чем падает, это оценка. Потому что это техническое действие. А вот если я его запугал на одну, он от этого присел и к вам от того, чем сел, то это не оценка. Контур бросок. Активное ответное действие атакуемого в результате переклада инициативы с остановкой атаки соперника, то есть остановкой, да, или изменяем направление его падения. То есть должно быть очевидно, что он остановит сам распространенный ситуацию бросок через голову. Заново веду. Я остановил, выпивался, потом сделал уже много действий, бросил через голову. Да еще направление поменял. Тогда еще видно, я сделал контрприм. Собственно, одна из главных больших тем, но это броски из положения лёжа. Вот сейчас у нас будет посвящено много времени, но для начала прочитаю вам эту фразу. Любые переворачивания в положении лёжа неоценились. Переворачивание, формулировка тактическое действие, переворот или вращение в положении лёжа направленное на создание условий для успешной реализации техники болевого приема или удержания. То есть если у нас болевое приемное удержание или захват, для создания технического переворачивания, то есть если мы делаем бросок, который есть, как в стойке бросок, классификация бросков, то такие действия мы оценим. Вот сейчас, собственно, разберемся и эти ситуации. Положение лёжа, да, борец там просто планирует. Критерии такие, если есть, если есть прием, который делается в стойке и сертификации, то это является приемом. В случае ситуации, когда есть захват, она приема. Да. Вот, значит? Самая распространённая, самая распространённая ситуация, которая возникает. Человеческие двери, неважно, закрыты на одном коленоске, на двух, на руках. Значит, сразу говорю, самая распространённая. Ну, понятно, что если мы делаем броски такие, как задняя подружка, ваши, послала, взауководия, старшу по два. Это всё отзывается, это всё просто, да, это всё понятное точнее. Какие скорости? То есть какие самые скорости? Переворачиваю. Послали. Неважно, такое, 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 такое. Если я ставлю его через эту норку, подкинул, это бросок. То есть у него есть отрыв, и бросок, бросок, бросок задней подножки на пятнюю. Если в той же самой ситуации я ему ставлю, Дальше, вторая статья, в ситуации, что я не очевидно могу сзади делать, я могу делать через бок. Если я сел и сюда перекатил, а если я его сотрываю и начал со стойки, то есть он так лежит сюда на перекат, то есть он лежит на животе, не будет это у вас, не перекат. Вот это самое такое настроение. Мне кажется, здесь более важный день, начало со стойки. Это понятно, что он со стойки, потому что в любая ситуация, когда я делаю его бросок, через плюс колено, сейчас я сначала сажусь на колено. Но оно динамично, в частности, а здесь пусть я делал. Ну здесь я тоже, я показываю медленно, что понятно, я тоже вам это быстро сделал, понимаете. То есть всегда смотрите, то есть бросок летит, или капец. Теперь броски через голову, посмотри, важный момент. Осталась ситуация, неважно только захватить, бросать, вдруг, когда здесь осталось, так, я его делал, так, все, бросать, продолжать, все. Ну и бросок, бросать, я бросил, там, зависит от того, как он сейчас делал, но в половину времени все понятно. Но часто бывают ситуации с захватом на ключик. Если я взял, здесь все что-то, он держит всю ногу, прихватил даже жестко, плотно, все. Все нормально. Если я взял, существует, очевидная захвата на болевой прием, и бросок остался, значит, да, надо стоять сбоку, то есть я могу болевой прием. В принципе, если вы падаете, мне нужно убираться, да, я делаю болевой прием, пусть на руки назад, делаю. Вот, и с этим захватом делаем аналогично. Есть такое действие, не оценивать. Не оценивать. Если вы руки себе спрятываете, да, вот я вам как-то не замудрился, ну, припекнуло, тоже забрали свои руки, но руки не там, закрыты. Руки отсюда бросили. То есть, хорошо. Вот здесь такая разница. Такая коррекция. Вы ведете, если я это оценивать, я это не оценивать. Понятно, да? Рука свободна. Есть захват, например. Еще раз, праздник. Действие, похоже, рука согнута. Есть захват. Я могу здесь, в принципе, тоже, да? Ну, это я делаю бросок. Я сочетаю захват. Просто жестко. Ну, если я учусь, ну, а там уже все рука. Вот. Переводим сразу на стойку. На броски. На запрещенные приемы. Так, броски, захваты, берем приемы. Делаем стойки. Я хватаю, берем приемы. И отсюда делаем бросок. И заднюю плату. То же самое, да? Да. Могу не сюда бросать. Могу сюда бросать, да? То есть захвата болевого приема есть. Простки, захвата болевого приема. Запрещены. Значит, да. С лицом. Не должна зайти на протяжении. Сами упал. Понятно. Переворотом. В спартере понятно? Сейчас запрещен. Еще раз чуть-чуть делаем. Ты делай. Удачи. Не оценивать переход. Понятно. Самое распространенное. Ну и покажи, как кажется. Самое распространенное. Да, мы закладываем на руку. Я делаю классный мах ногами. Кувыркается. Ну где-то пробую с вами. Кравмирую. Кувыркается. Сюда, да? Никакой оценки нет. Здесь все подробно. То же самое на рычаг отцов. То же самое на рычаг отцов. Ситуация. Ты его потерпишь. Да, вот. Прихватываешь. Кувыркается. Улетит. С чертом. Не будет бросков. Это будет 3-2. Не будет это бросков. Не будет это бросков. Сколько бумажки, да? Что-то расскажу. И хотя и со стойки иначе. То есть это самое распространенное. То есть я показал, что с отцовюрку. Дальше. С четвертой коленой. Если ты готовы, головка делаю. Со стойки я тоже могу делать и с отцовюрку. Но это не мало. Это исключение. Давайте. Это ремонт. Не оценивается. Своими ситуациями. Своими ситуациями. Вот. Что вы еще оцениваете? Втручиваем любые. Выведение замкнулись. Если я. Если я. Не важно. Так он ставит или так. Очевидно. Есть аргены. Делаю. Чтобы вы введение замкнулись. Чуть. 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 И он меня, смотри, протаскивает, протаскивает на себя. Это не я его бросил. И другая ситуация. Он вошел, застрял. Я вошел, толкнул на ягодицы. Вот это будет. Значит, бросок, находящийся на ягодицы. Если это очевидное действие. Это оценка. То есть, не важно, подхалять на ягодицы. То есть, мы с ягодицы бросок на спину. Понятно? Да. То есть, если я делаю активное действие, видно, что это я делаю. Ну, как он там прием? Все он меня сюда затаскивает? Я защищаю. Или я его остановил. То же самое, что я вас устроил. Через спину, через плечо, в обратную сторону. Через плечо. Мы остановили. Ударнировать назад. Оценка. Скручиваем. Такое, да? Отшагиваем. Отседка. 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 Потому что если как он хватит. Через плечо лезается. А мы его перешагиваем. Типа на полевую бедро. А он мне подравляет. Тащи прием. Отседку. Отседку. Отседка. Вперед printed one first. Вспил. Тащие приемно. Поворачивайте к видеораз Grey Manis, Вini развиваете? Нет. Так, еще ситуация. Ситуация, да, смотрите, бывает, когда зашибаешься, на носке были спросы, мы выбирали, смотрел, такая была ситуация. Человек вот так стоит, он уберет, и вот отсюда, срочно мы сюда делаем, не оценивается, потому что я его начинал делать, ронясь в партнер. У тебя в процессе броска просто искачил, как бы перешел туда. Вот, то же самое, в обратном порядке, да, в обратном порядке, если он, я начинаю делать бросок отсюда, я начинаю делать, то это, соответственно, оцепь, как и спарта. Но если я первый встал, какая-то отрывка произошла, а я начинаю делать, то это будет бросок отпустой, понятно, да, то есть я оборот. Вот, в принципе, броска, вот, нет, вот, бой, бой, я не буду, а его не будет, потому что спарта бросает, он не будет, потому что спарта, я говорю, вот, он стоит, устал, и я вот туда покуляю. В любых сборных моментах, не ладно, стоит это, или партнер, потому что он всегда со мной критерий, бодрый прием. Остановка, парадка, конечно, если у меня за эту ногу тачка, я падаю, потому что ему просто ничего не будет, то есть он спарта, спарта в ногу. То есть он раньше ногу стал давить, в процессе, когда вот это. Сейчас, сейчас, вот я его начинаю давить, смотри. Это да. Начинаю давить, он уже падает, а я просто в бросках там, бросок на спарта мне оценили. Значит, мы его знакомим, когда человек знакомится с партой, мы его полностью отрываем и вращаем. Вот такой бросок приравнился к оценке, как составляет. Если я даже на баналях, поднял. Вот так. Вот так, поднял. Уменьши головатые, понимаете? Вот. Не крутанул, это оценка. Не важно, кто колено, там пояс еще куда-то. Обратный пояс, смотри, здесь еще. Мы разбирали, спорили. Обратный пояс. Обратный пояс. Смотрите, ну если я. Бросок был. Может, я не буду саду. Если я должен. Надо вращать. Вратарь. Не знаю. Вращаем. Ну, я не вижу, где-то вращаем. Представляете? Получше надо даваться. Это бросок, значит, есть парт. Понятно, так? То есть, это фаза. Ну, фаза для платы. Вот. Для того, чтобы было как и стойки, я вырвожу. Раз. И вот бросок. Вот это будет и стойки. Видно, половина стойки. Да, с вами раз. То есть, если я не могу действовать, его вырывали, но он будет и стойки. В процессе броска. Это не будет такой шуток. Соответственно, оценивается либо как положение лежа, половинка, либо как полноправная оценка. Сопрещенный прием. Значит, хочу с вами стандартный. Не буду показывать. Прием ситуации сама специальная. А, надо держать. Прием. Прием. Сейчас он делает. Захватит. Делает бросок. Смотри. Сейчас держите. Если я держу руку. Зажимаю руку. Держу кисть. Здесь все понятно, да? Если все делаю. Всем понятно, что это запрещено? Да. А если права, то делайте. Завершенно принял. Вот такая же ситуация, когда я рукой не лезу. Я очень хорошо закручиваю. Еще ногу перекрываю. Делаю падение. Я могу крючком пасить на живот. И пойти во вращение. Ну, имитирую бросок. Кувырком. Да. Это шакры. Данное действие является запрещенным. Сразу нахазывается. Медальник опять. Завершен в округе. Судил. Парень сделал. Чуть-чуть другого захвата. У Харламбева сейчас такая ситуация была. А, кстати, на Буки не знаю. Не знаю, почему не оценили. Там жестко сделают финальный парень. Сказали, что он притворялся, Буки. Ага. Вот так. Вот так. Не-не, не так. Не-не. Я веду ситуацию. Вот так. Выберите с ним на живот. Упали. И еще добавили. Болевый прием. Я с ним сначала балл. Болевой. Какой балл. Болевой. Там запрещенный прием. То есть, да, понимаете? Господин. Вот. Про Харламбева, да. Я считаю, что это 100% была. Вот эта ситуация. Раз. Дальше. Еще ситуация. Дима. Дима, тебя сразу разобрали. Роман Михайлович признал. Стоим. Горимся. То есть, верим об этом говорить. Где на все сигналы. Я запекну голову за человек. А, что все-таки это удушающее. Головой. Это не удушающее прям. Но это бросок с воздействием на позвоночник со скручиванием. Чего нельзя делать. Нельзя отменить эти результаты. И отсюда. И отсюда. И отсюда. И отсюда. Тебе делает бросок подручу голову. Вот так. И все отсюда. С этим узнаман вылезает и сюда. Во-во. Вот так было. Еще раз. Запихиваю голову. Человек не падает. А я думаю, что у тебя голова будет. Голова, сучка. А если ты теряла через голову? Иди сюда. Давай сделаем. Самый простой вариант. Почувствую насилие. Я всегда говорю. Я не голую делаю. Я делаю. А что? Я на вашу голову. У нас запрещено скручивать шею. Я так запрещу. Иди. Иди. Прямо. Если ты делал правильно. Опять. Это вольный бой. А еще вот так надо делать. То же самое. Нет. А я не матрирую. Где я трус? Где я трус? Где я трус? Я должен быть плечом. Ложишь, что его крючился. Через этого случилось. Ну что ты говоришь? Здесь голова трусит. Если голова трусит. Я не плечу. Вот я его. Вот сюда. А второе. А не ваш на втором. А второй. А еще вот здесь. Задержали. Это то самое. Когда я вот так. То же самое делаю. Я тоже ломаю. Я тоже ломаю. Это то же самое. Это то же самое область. Что уже до этого разбирали. Я тоже. Когда я люблю. Я держал себя за тут. 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 На главную. А его это вообще. Душаище прием тогда. Замкнуть жилок. Коротко саду. Он держал меня за отворот. Односторонний. Ну тогда это я не душаище. Я только отхожу. Он вот так держал. Это душаище прием подхожу. Ну что это похоже. Подхожуще. Если я делаю бросок при этом. Еще и голова отхожу. Если он не будет. Стой. Ширище. Если он не будет крутиться. Я его не в голову. Потому что подворотен. Отхожу. А если я по свою энергию кину это быстро. Ваши голова отхожу. Это опять сплофище. Почему? Все они отъезжают. Ничем. Почему я здесь не могу держать одну голову. Скажи пожалуйста. Удирай. Почему я здесь не могу одну голову. И мы седали все сдох. Чем уходить. Почему я здесь не могу держать. Это тоже запрещенный прием. Давайте я еще раз засчитаю. Запрещенные приемы. Что касается позвоночника. Прямое болевое воздействие. На обмении. Переразгибание на позвоночнике шеи. В данной ситуации это можно раз. Второе. Проведение душащего приема. На любой структ здесь можно и тут и тут. Привязать. Но то что здесь идет воздействие прямое. На шею. На позвоночнике шею. Прямое болевое воздействие. Я одну голову беру и начинаю и подламывать, и выкручивать. Поэтому в данной ситуации, я же еще раз говорю, разбирали, зафиксировали, и скоро будет общедоступная информация на сайте Генерации. Теперь, что можно делать? Что можно делать? Вот некоторые спрашивают на то, что я смотрю здесь, катаюсь, вот сюда бил, и делаю бурок. Это нормально. Если я делаю, то сюда, то нравится, то есть руку выпущу. Нет, нет, бурок, у нас часто вопросы. По предсчитателю и насчитателю. Прямо поставлю, спец, прожираю. Значит, смотрите, стопа, фактик, белый, лёгкий, жмель. Стопа, пять, ношу, всё, за моей, пишу, всё нормально, всё очищается. Если дадут ли это, назову новую. Правда, у меня же это работа, я помню, что в какую-то сторону, в эту или другую сторону. Да? Стопа. Я делаю чиполевый приём. Почему? Есть куча мышц, которые ущемляются. Да, вы вспомнили, да? Для тебя это уже говорили, потому что на английском моменте на аске. Объясню, почему. Раньше был период такой. Не считали, но мы стали считать, и любой полупомаги стали считать. Такой. Запрещенный приём. Всё, опереживаются. Любой стали считать. Вот здесь, здесь мышцы есть, вот здесь мышцы есть. Что мы делаем? Если нога внизу перекручивается к другая оси, ну, надо выбрать. Забружается в стоп, где для его приёма, и поднимается. Что нельзя делать? Там нельзя делать дузел стопы. А вот дузел стопы, это вращение стопы в ту или иную стопу. Я что-то не понял. В смысле сейчас можно? Не важно. Это не зажато, а второе будет. Здесь всё очень интересно, да? Но бывает ситуация, когда мы наоборот делаем. Скрыто, вогнутый, пальчик, Валер о чём-то говорит, зажатый. А в пятнышке вот здесь впереди. Я вот сюда стопу покушу. И это узел, который запрещенный приём. Поэтому всегда смотрите. И когда на миде смотрят, если он видит, что нога туда торчит, и пятна, и носок в пене. Это... Нет здесь узла никакого. Если он ногу повернул, то можно дальше продолжать болевой проводить? Да. Это не будет запрещенный приём? Ещё раз говорю. Вот. Смотри. Был период приведения к тому, что сейчас позже много судей. И вы будете с этим ставить. Сейчас будет не этот тоннер, ещё что-то. Много судей у нас может быть в этой ситуации. Потому что до этого люди не говорили. Это пошло к предыдущему руководителю на эту ситуацию. И вот закрепили где-то, и люди стали это переворачивать. То есть чуть ногу повернул, всё вот. Да. Правильно. Ну, здесь же очень уверенно. Плохо. У нас должны были на семинарах. То, что вы сфотографировали. Полоски вынесли на сайт. Эта ситуация будет нормальная. Ну, а я ещё говорю. Вы можете столкнуться с этой ситуацией. Что дадут предупреждение. Да. И не успеете убедить судей, потому что пока ещё я сам понятен свой второй раз займётся. Так как это считалось обратно, я начинал потихоньку выступать. Потому что сначала вообще ничего не судили, когда архедеку ногу отлетели на пышный пол. Вот так выиграли. Это я показал, как это было здесь, а мы стопу ломанули. Вот. Вот так и это. Вот. Это раз. Понятно, да? Соответственно. Через ногу. Сейчас какая-то ситуация. Через ногу. Мы накрыли стопу. Нормально. И делаем эту ногу. Здесь всё нормально. Прорешено. Всё это делается. Потому что и эту ногу я нажимаю. Она сюда давится, стопа вытягивается. И эта нога выиграет себе. Ничего не выгручивает. Просто обратно интересно по называю. Делается всё. Потому что нет арабитра здесь в этой ситуации. Даёт свисток. И надо это делать будет. Так классно. Так. Теперь по стопе. Бывает. Нет. Понятное дело. Конечно. Конечно. Там, наверное, есть пуль за стопой. Здесь стопа. С этой стороны нога. Смотрите сюда. И. Ага перегибается. Это можно. Когда я эту же ногу выкручиваю. Стопа выкручиваю. Нельзя. Соответственно, ножка скрещена. Тоже самое. В верхней ноге. Я наложу ножку в противоположную. Через ногу. Перегибаю немножко. Снова. Ну, в принципе, понял, да? Можно. Наложил ближнюю ногу. Стопа также через ногу выкручиваться нельзя. И вот здесь он четвертый метр премьер. Дальше. Единственный судья. Еще ошибки. Ну, честно говоря. Сейчас камень. Подошли на соревнования. И говорят, что заставлять такая ситуация. У нас, например, судья поднимали. Сам был свидетелем. На России три года. И боролся после ребят. Некоторые судья были стандартные. То есть у нас нога сомок, узел бедра. Мы можем делать нога сомок. Почему-то люди этот прием оценивают как воздействие на полевый сустав. И утверждают, что воздействие, это перегибание питания стати. То есть, когда на ногу выкручиваете. А какая кузь изменится? Сейчас выкручиваете. Делаем более приема. Сейчас мы взяли и подняли второй прием. Второе предупреждение. Мы не дали. Пытались, да? Предупреждение. Мы не дали. Болевое душло. Вот его. Удаляем из колен. У нас запрещен, наконец, прием такой. Причай колено. Причай, проявление отчета колено. Перегибание. Естественно, это плоскость. Вот это у меня естественный плоскость. Вот я сел и фиксирую колено. Это естественный плоскость. Я могу. Но если я развернул здесь ногу, вот здесь я не могу делать. Все остальное. Все остальное. Все остальное. Я такой классный парень, здоровый, сорнул ногу, зафиксированный. И вот так вот сюда с одной. В угол в углу. В идеале. Я просто покажу прыжку. Пожалуйста, это узел бедра, который более прием. У нас очень многие лидеры этого не понимают. А забинтить сюда я могу походить. Ногой, рукой, с одной стороны. Переступаясь, там две ноги. Мы должны понимать в принципе. Узел бедра разрешен. Рычаг коленок, пересгибание. Вопрос. Если один делает правильно, обоют на инфилес. Один делает правильно, другой неправильно. Тому, кто неправильно, вбиваем захват. Объявляем предупреждение, не останавливаясь. Потому что мы иначе тому спасмену не дарим. Если он продолжает, соответственно, повторно. Но он должен в первый раз четко будет видеть. То есть запрещенный прием. Запрещены душа под душающей ногами. Запрещены душа под ногами. Запрещены душа под ногами, соответственно. Бывает ситуация, когда делаем в начале локтя. Ножки слетели. И голова, рука, ноги с ногами. Все кричат, души, души. Значит у нас запрещено душа под ногами. В правилах не прописано. Но у всех семинарах мы добавляем. Это осуществление захвата душа под ногами. В данной ситуации, когда нога подразумевается, душа под ногами, это когда одна нога сдвинут под коленку, вторая нога начинает заживать. То есть так называемый замок. Как только замок происходит, это душа под ногами. И не важно, на спине он лежит, здесь его под душу, в этой ногах не приятно. На голове. Давай. Вот. Со стороны головы, ног. У меня такую диазелию также в плеси. Если я с рукой ногу, как бы сильно не ставлю все плеси, может быть здесь. А в первом месте. По ремонту делать все. Подгалку. То же самое здесь. Смотрите. Иногда переворачиваем. Мы иногда переворачиваем вот сюда. На прием. Запрещены. Ноги бывают. Ну, торгу. И пока не являются душащими предметами. Нужно переворачивать. Все сей, которые переворачивают. И дальше я могу скрыстить. Перетадить. Небану. Я вначале знаете. Насколько человек, только кто там закалит, до конца, и она нога с народом. Это самое, здесь мы сразу душащим. Это вот все просто. Критерий, который мы не прописываем, но граница вообще, нет причины, надо бы понимать. Любое пограничное состояние оценивает человеку, а человеку мнение зависит от позиции, от его понимания и святого отсутствия. Дальше уже тройка, как убедить и как вы делаете. Мы сейчас говорим как сурей, но мы правильно оцениваем. Мы сейчас воспитываем сурей, а не тренера, который надо. Так, по удушающим все. Вопросы какие подправки есть? Теперь вопрос. Покажите, пожалуйста, как показывается запрещенный прием. Почему только утром? Ужесть, жесть. Пречетный прием. Где-нибудь всегда 5-10, а это у него приходит человек. О-о-о! Не тревутай показывает, а он показывает вот так. Закрещенный прием. И что же он? Жесть! Да зачем вам? Скажем правду. Вы запоминали? Да, просто тревутаты показывают запрещенный прием. Кстати, раз тоже, по-моему, кто-то положил и показал. Вот у нас запрещенный прием. И тогда всем же это понятно. То есть жесты мы должны показать правильно. Запрещенный прием показывает. Понятно, да? Что еще у нас поменялось? Это понятие остановки, я говорил проще, что много позиций. Много позиций, которые мы знали, обсуждали. Сейчас знали. Здесь все спорили. Здесь скрутируют тоже, а мы сидели. Когда они могут борцов делать болевого приема. Значит, армитр отключил время болевого приема. Пошла минута, да? Второй через 20 минут припадет. Вот здесь их скрутируют. А я бросил. А он так делает. На минуту 40 секунд. Придет и не минута. Да, я не понял, да? Значит, вот эти положения разные варианты. То-первых, они сейчас прописаны правила. Посмотрите правила. Еще раз раз озвучу. Всего по моменту открытия. С первого открытия болевого или душащего лица. Сказать болевого самого. Неважно. В каком порядке мы меняемся до этой минуты. Главное, чтобы не прерывалось. Один делает. Второй. Он мне делает. Потом 50 секунд прошло. Опять я схватил. Но он откусил. А если бы все сделали? Все равно это одна минута. Здесь идет непрерывный. Если ты делал прием. Продолжается одна минута. Это понятно? Нет. Дальше. Бывает ситуация. Когда один делал голевой прием. А второй человек прилетает. А если ты начал делать? Отпустил. Бывает ситуация, что я его не отпустил. Отпустил, например. Он же в начале говорил. Ну да. Ну да. Смотрите. Бывает, что я делал узел. И человек так спасает за рука. Что он мне не прихватил. Он просто лежит на мне. Он старается вырваться. Долгу. Это держание. Чтобы это было удержание. Он у меня зафиксировал. Держать. И я и делал голевую прием. Тогда он у меня держит. Ну, опять же. Добавлю. В боевом еще удушающее добавляется. А боевую. Значит мы делаем одному голевой. Другому удержание. У этого идет минута. У этого 20 секунд. Держит. На данной ситуации правильно сказали. С ограножки. Один едет ограножка. Он перевернул в руку. Тебе в ногу. А его человек за голову прихватил. Все понимают. Не крутится. Причем он сговорит. А второе. Ты сзади держишь. Да. То есть когда мы валим. А я валил. Держу. Толосы должен. Только смотрите. Ни сбоку я должен лежать. И держать голую. Не удержание. Я должен должен. Толосы сверху. Там у нас правят подружение. Когда я справляюсь на бизнес. Когда держать правильно. Когда я толосу, толосу сверху. Впечатать слово сверху. Не сбоку, но держи его на руку. Не буду держания. Я должен. Касаться вот крючком. К плечам. Вот. И все на волевой. Следующая ситуация. Ну, все понятно. Как правы, и те. Самое распространенное. Держание. Все там болевые приемы. Здесь все понятно. Здесь все просто. Все. Здесь удержание считаем. Как правы, и те. Считаем болевой прием. Перестал. Руку болевой прием делать перехватился. Опять считаем ледо. Это все понятно. Но бывает ситуация и на других болевой прием самый распространенный. Где мы ошибаемся, не знаю. Это как раз заименитый прием. Кузовы ногами. Когда мы перешли на этот прием. Кузовы ногами. Вдруг я понимаю, что я не сделаю. Тренер мне кричит. Делал держание. Ярик маленький. Захват. Я быстро зафиксировал, но уже прижал. Не делаю никаких действий. И это удержание. Несмотря на то, что есть захват на болевой прием. Но я не делаю активных действий. Я не подтягиваю ногу, не поднимаюсь, чтобы туда висеть. Вы же должны понимать, как болевой прием делается. Я зафиксировался и удержал. Наши тормозы должны рассчитать удержание. Удержание держим. Как только я начинаю. Своя активное действие. Выползаем в воздействие на руку. Стоять болевые приемы. То есть вот здесь вот тоже часто ошибаются. Бывает такая ситуация. Туда-сюда. Теперь опять по болевому приему. Не важно в каком. Орчат и огтя. Я распространенный ситуацию. Я уже сегодня говорил. Но все раз. Я делал болевой прием. 50 секунд. Вы понимаете, что я не сделаю. Если я достижу, минуту меня поднимут. И я. А я не хочу. Мне надо время сделать болевой прием на руку. Что я делаю. Я начинаю вытаскиваю руку. И начинаю переползать на руку. Вот в этот момент, когда я вытаскиваю руку. Но время еще не закончилось. А арбитр иногда давит. Систок. Поляк. Тебя сейчас надо давать. Бывает, да. И все про все знают. Вот. То есть. Получается. Ну вот пересталкил делаю прием. Но борьба-то не закончилась в квартире. То есть поэтому. Я перекрасываю руку на удержание. Делаю удержание. Может оказаться, что я его не сделаю. Может оказаться, что опять же пекла, что я его поставил. И я сяду вторую руку. А может я перейду на вашу другую руку. И пересяду. И еще минуту дальше. Понимаете, да. То есть всегда надо поднимать. Если активное действие закончилось. Если закончится время. Ну еще одно изменение по поводу правил. Тогда давай свистки при переходе. При завершении болевого приема. Защищающийся. Здесь все просто. Если болевый делаю на ногу. Делаю. Не нужно впечатляться 2 секунды. Если я как только перешел стойку. Сразу дает свисток. Стойку перешел. Там мы делаем болевые приемы. Дает свисток. А вот на руку. На руку. Теперь надо полный отрыв человека от корана. Обратите внимание. То есть если делать регулярно на руку. Не важно. Узи. Дальщак лопся. Да. Я его полностью. То есть если я делаю дальщак лопся. По разному. На животе бывает. Вот. Голова бывает. То болевой прием. Потом сделать регулярно на руку. То есть я его должен полностью оторвать. То есть не ставь стойку. А полный отрыв. Да. На щелок. Вот здесь изменения серьезные. Здесь надо спортсменам об этом и судим быть внимательным. То есть не забывать. Ну про боевую саму. Понятно. Смотрите какой важный пункт в праве зрителей. Это особенно кто с детишками работает. То есть кривили пункт правил. Если положение это указано. На законном основании. Среди соревнований среди детей. Можно проводить соревнования. Засчитывать болевой прием. До прямой руки. Очевидно. Прямая рука. То есть кривили для безобласта. То есть это можно ссылаться на инициативу какая-то. Ну понятно. Вся сдача остальная. Мы как раз так похлопаем. Любой возраст. Подержание на борьбе. И вам все это остается. Но еще у детей прямая рука. Обратите все внимание. Как касается всех. Потому что мы как-то для вас тоже хочу сказать. Изменили образец бланк. Ну не изменили. Добавили. А официальные заядки на соревнованиях. Теперь бланки заядки. Вот здесь в углу. Добавили на данное срочное. Это согласовано на данном документе. Теперь. Всего допущенных соревнований. То есть когда проходите мандатную комиссию. Вот здесь главный. Кто проводит мандатную комиссию. А главный судья отвечает. Он официально пишет. Вот бланки. Черточки стоят. Всего допущенных соревнований. Еще. Значит это касается наших московских соревнований. Важный момент. У нас некоторые клубы, спортсмены, тренер. У нас там не очень дисциплины. И они не выполняют требования. А сейчас и период России тоже проходит. А придет потому, что скорее всего все равно будет жеребенка на Россию первый день соревнований. Все веса от ребят. Вот. По-серьезе относиться к заявкам на соревнованиях. Совпадал место по сменам. Заявшего. И присылать эти заявки в электронном виде. Если время. Тогда ждать указы. Потому что дальше. Любые организаторы имеют полное право. Если вы не присылали и установили свою заявку. У вас. Я не суду. Уже не другое. Сейчас все к этому все равно идут. Поэтому. Пожалуйста. Привыкайте. Будьте добры и двигайтесь. У нас есть несколько изменений. То, что боевой самбо. Кратко на здоровье. Изменение боевой самбо. Значит. Запретили удары в партере локтями и головой. Можно сказать. Первый баскан. В партере головой и локтями. И. И. Что самое интересное. Броски из партера. Боевого самбо. Не оцениваются. Мы не только стоим. Так. И ввели. 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 Правила. Официально ввели пункты. Если вы смотрите. Кто увлекается. Вы знаете. Официальный пункт. Правила боевого самбо. Для юношей. Среди старших чемпионов. Правила. Соревнования. И. Правила есть. Так же. Как правила. Ввели. Для юноши. Только. Боевой самбо. Юноши. И. Боевого самбо. И. Пляжный. Соревнования. Есть. Два изменения. Все семь. Штрафные. Турниры. Значит. Первое. Это. Если вы выигрываете. В связи с минимальным преимуществом. Восплаты. На три. Раз. Восплаты. Вылетали. Сейчас. Любая победа. Двигаем. Выиграли. Не вылетаете. Больте. Это первое. Второе изменение. Второе изменение. Это. Если осталось два человека. И они не бороются. По-любому. Вы схватка за номер под группы. Несмотря на то, что у кого там пять кругов. У кого три круга. Вы схватка за номер под группы. По-любому. Дальше. Хотелось бы сказать. Если. Вот. Ну. Тренер. Если. Прямо отдельно прочитать. Если борец. На эту схватку за номер. Не вылез. Опоздал. Он. Финал не выводится. Занимает третье место. И еще. Тоже. В этой системе. Очень важно. Значит. Смотрите. Если человек опоздал на схватку. Разница. Опоздал на схватку. Опоздал просто. Во времени. Да. Он не снимает соревнования. Он может бороться дальше. Дальше. Он не сможет. И. Время. То есть. Вот. Вот. Это две разницы. То есть. Если. Неявка. Я выявил. Чистую победу. Да. У меня 0-0. Но время полное. Чистую победу. Когда считают. Потом. При равности. Чистую победу. Время. Это не является. 0-0-0. Иначе по определению. Выигрывается. То есть. Редко бывает. Но это вы должны знать. Надо помнить. У нас была тема. Если нога проекция находится. На одной ноге. За ковром. Был с тем. Да. Что это не является. Выигрывается. Потому что. Логи. От чего. От чего исходили. Я вспомнил. Потому что. Вот я ушел. Одной ногой. Я шаг делаю. Я в момент шага. Ног отрываю. Получается что. Ну. Я уже. Одной ногой. Поэтому. Из-за этих соображений. По вопросу замок. Понял. Да. Это положение еще на ковре. На ковре. Положение на ковре. Потому что он ее поставить может. Проекция. Если на ковре. Проекция. Ноги на ковре. Вот если он туда ушел. А я здесь. Знаешь. Это уже за того. Да. Проекция его на 300. Вот. Да. Мы съедаем ноги. Вот я вину. Проекция на ковре. Я говорю еще раз. Вот я на ковре. У него нога на ковре. Это мы на ковре. Это мы на ковре. Не надо давать сестру. То есть. Дадим сестру. А в этот момент я могу бросок делать. Или он не бросок. Вот здесь. Вот. Но если. Его проекция на них. В данной ситуации. Да. Вот это вы. Потому что тут уже. Такая его закономка. Вот так. Всегда повторю на них. Смотрите. Давайте поблагодарим Алексею Александровичу за прекрасное выступление.